с вами николай пивненко в проекте дата на календаре 18 января крещенский сочельник это вечер приготовления перед большим православным праздником который называется богоявления господня или крещение этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых в этот день вспоминается крещение иисуса христа иоанном предтечий крестителем в реке иордан слова крещаю крещу в переводе с греческого означает погружаю воду иоанново крещение было по сути очистительным омовением христианское же крещение понимается как взять те на себя креста ну а завтра наступит само крещение но помните что это не просто купание а все-таки какое-то духовное должно быть к этому отношению и так а теперь о родившихся 18 января 1689 году родился шар луи де секунде монтеске французский просветитель правовед философ когда добродетель исчезает чистолюбие захватывает всех способных к нему а жадность всех без исключения так говорил этот философ 1835 год рождается цезарь антонович ки русский композитор и музыкальный критик член могучей кучки и беляевского кружка заслуженный профессор фортификации инженер-генерал вот тут действительно сочетание физика и лирика в 1910 году рождается валентина грязодубова будущая летчица герой советского союза которая совершила в 1938 году вместе со своими коллегами осипенко и росковой беспосадочный перелет москва дальний восток в годы великой отечественной войны командовала гвардейским авиаполком ну еще о родившихся в этот день 18 января 1955 год в этот мир приходит кевин костнер американский киноактер 1962 году певица народная артистка грузии россии тамара гверцетели а в 1971 хосеп гвардиола испанский футболист и тренер настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб манчестер сити некоторые события этого дня 1654 год в переславская рада принимает решение о присоединении малороссии к россии а в 1871 провозглашается версале создание так называемой германской империи объединение страны когда после провозглашения германской империи русский король вильгельм первый принимает присягу в качестве германского императора 1929 году высылается троцкий из ссср принять опасного изгнанника согласилась только турция куда он не отправился вопреки своему желанию советские власти как писали в то время американские английские критики так боялись бунта сторонников троцкого что многократно усилили численность конвоя и засекретили операцию по выдворению павшего вождя его семьи 1943 прорыв советскими войсками блокада ленинграда январь 43 стал переломным моментом в ленинградской битве 1990 год первый съезд советов рсфср принимает декларацию о государственном суверенитете российской федерации открытие этого дня 1778 год капитан кук обнаруживает сандвичевские острова теперь известны как гавайские в 1911 году американским пилотом в бухте сан-франциско совершается первая посадка самолета биплан кертиса на корабельной палубе крейсера пенсильвания 1926 год на экраны выходит фильм броненосец потемкин эйзенштейна что интересно несмотря на то что картина вышла так давно известна всему миру и до сих пор считается одним из шедевров киноискусства на всей планете 1963 год основывается главная редакция программ для детей центрального телевидения ссср это фактически день рождения детского телевидения в стране рекорды дня 1958 в нхл появился первый темнокожий хоккеист а норвежец бьерк осланд в 97 становится первым человеком который в одиночку пересек антарктиду и последнее 1904 год рождается борис андреевич бабочкин актер режиссер народный артист ссср герой соцтруда на сцене с 1927 года служил в малом театре но она конечно же очень известен и по кино звание народного артиста республики ему тогда 30-летнего присвоили по личному указанию сталина за роль чапаева в то время народными были всего несколько человек и он борис бабочкин был причислен как бы к сону великих за ним надолго закрепилась клеймо актера одной роли или ты будешь одним из лучших актеров страны или умерешь на берегу волги под лодкой сказал юному бабочка ну один из его первых учителей по саратовской театральной студии умирать под лодкой не хотелось и 16-летний бабочкин приехал в москву с рекомендательным письмом к самому немировичу данченко но письмо это он вручил адресату лишь через 20 лет уже став одним из лучших актеров страны он любил повторять чтобы доказать свою правоту нужно просто долго жить чего и вам желаем сами николай пивненко проекте дата а